Геральт из Ривии, мясник из Блавикина, или же Белый Волк. Называйте его как угодно, сегодня пойдет речь именно о нем. О Ведьмаке из Школы Волка, о том самом Ведьмаке, которого связывает предназначение с Ласточкой, с Цериллой, детем старшей крови. Погнали! Геральт из Ривии непростой Ведьмак. Он постоянно втянут политику, хоть и не желает этого. Спит с чародейками и дружит с высшим вампиром. Его матерью была Весена, целительница и магистр круга магов. Она была небольшого роста, рыжеволосая, с красивым лицом и маленьким носом. Она была очень сильной чародейкой, которая не только лечила людей, но и знала на высоком уровне некромантию. Она была с мягким характером и милосердием, но любит при этом руководить людьми. Она забеременела и родила Геральта, предположительно от наемника, но оставила его Весемеру, попросив сохранить данное ему имя. Однажды она его встретила, но, почувствовав вино перед Геральтом, сразу сбежала. Геральт выглядит как худощавый, высокий, неестественно бледный и не молодой, но и не старый мужчина, с полностью седыми, как молоко во волосами. Енифер описывает его как своеобразно красивого, Трис же описывает его лицо как измученное, истощенное, а глаза больные и видевшие слишком много. Также Геральт терпеть не может растительность на лице и, при возможности, сразу ее сбревает. Все его тело покрыто многочисленными шрамами от чудовища не только. Самый известный его шрам на груди от ранения вилами, которые примаку нанес парень по имени Рок, который задолжал несколько крон в корчупе, от которых он и погиб. Но Цири перенесла его вместе с Енифер, которая пыталась его излечить, на остров Яблонь, где он залечил эти раны и смог жить дальше. Геральту едва хватает денег на жизнь. Его одежду дворянка из Тусента описывает так. Святой Лебеда, этот оборванец, похоже, и есть славный ведьмак. Он не носит тяжелых доспехов, кольчуги, шлемов и всего в этом роде. Он больше предпочитает черные кожаные куртки до середины бедра, покрытые серебряными клепками на плечах. Также носит высокие сапоги, за голенище затыкает кинжал, надевает длинные перчатки с шипами на костяшках, которые тоже сделаны из серебра, кстати. Иногда надевает шерстяной плащ, в зависимости от погодных условий. За спиной носит один стальной меч. Серебряный же висит у него в свертке на плотве, так как нет необходимости пользоваться им часто. Геральт предпочитает придерживаться нейтралитета. Это можно доказать его знаменитой цитатой. Зло трудно измерить, его границы размыты. Если надо будет выбирать между одним злом и другим, я не буду выбирать вовсе. Геральт обладает весьма примечательным, хотя и на редкость несносным характером. Основными чертами его характера являются сдержанность, прямолинейность, честность, молчаливость, красноречие, любознательность, рассудительность, скрытность, умеренность во всем, неспособность не терять самообладание в любой ситуации и подлаживаться к любым условиям в силу прирожденного оппортунизма. Также Геральт опытен и практичен, неприхотлив и независим. Кроме того, он отличается сильнейшим гуманизмом, хотя и не питает иллюзий о мире и не наивен. Ведьмак сообразительен, разумен и, как правило, способен принимать взвешенные и продуманные решения. Несмотря на склонность к бродяжничеству и неспособность долго жить в одном месте, что связано как с чертами характера, так и с образом жизни, Геральт высоко ценит дом и удобство, не отказываясь от них при возможности. Тем не менее, несмотря на всю свою дальновидность и определенную степень мудрости, Геральт остер на язык. Грубоват, саркастичен и вообще обладает специфическим чувством юмора, хотя по книгам он достаточно вспыльчив, вот что говорит про него Лютик. Прямой, как ротовище копья. Следует отметить, что, хотя у ведьмаков нет общего ведьмачьего кодекса, нескольким негласным правилам они все-таки подчиняются. Не использовать дальнобойное оружие, не брать плату вперед, не обращать внимание на заказчика, не брать контракты на людей. По описанию Лютика Геральт представляет из себя сплошное противоречие. Несмотря на относительно высокие гонорары за убитых чудовищ, у него вечно нет денег. Несмотря на сохраняемый нейтралитет, он всегда в гуще событий и интриг. Несмотря на неприглядный внешний вид, одежду лохмотья и скверный характер, он неизменно пользуется прямо-таки сверхъестественным успехом у противоположного пола. Несмотря на все попытки избежать кровопролития и вообще не конфликтный характер, он профессиональный и очень искусный убийца, который постоянно вынужден использовать свой меч прямо по назначению. Примерно через 20 лет, когда Геральт впервые уже взрослым ведьмаком вышел на Большак, он стал представляться как Геральт из Ривии. Это имя молодой ведьмак получил по жребию, который тянул по свету Весемира. После того, как тот отговорил его от использования имени Геральт Роджер Эрик Дюхо Беллигар. Впоследствии Белый Волк даже научился подражать ривийскому акценту, поскольку человеку из Ривии потенциальные заказчики доверяют больше, чем приблуде из ниоткуда. Также в ходе битвы с Ренфри в Блавикиной перебил всю её банду и убил её саму, и из-за этого получил своё прозвище Мясник из Блавикина. Отправившись в Бракелон для встречи с Дриадами, Геральт вместе с ними спасает девочку от скалопендроморфов. Ну ладно, прожжись, я этого врежу. И из неё хотят сделать новую Дриаду. Но на неё не действует эта вода, потому что она связана предназначением с Геральтом. Однако Геральт отказывается от неё, но через год снова встречает Цири, и уже не решает отказываться от предназначения и забирает её с собой. Вскоре Геральт натыкается в лесу Норегиса, который рассказывает, что предводительница друидов советует ему спуститься в пещеры под горой Дьявола, где ведьмак встречает эльфа Авалакха, который рассказывает Геральту о старшей крови и пророчестве Тлины, о причинах вымирания эльфов, и предсказывает, что ведьмак встретится с Цири, а затем снова её потеряет. Про Лео Боннарта и Вильги Фордса я не буду рассказывать, про них мы поговорим в отдельном видео. Через 6 дней, в начале июня, Геральт и Лютик прибывают в Ривию, где встречают своих старых знакомых. Когда в городе начинается погром нелюдей, Геральт из Ривии встаёт на защиту своих друзей и успешно справляется с разъярённой толпой. Ривия. Город. Население 1200 жителей. Среди них 253 нелюди. 25 сентября 1268-го вспыхнул погром. Началась резня. Убивали эльфов и краснолюдов. Только один человек встал против разъярённой толпы. В ходе беспорядков погибло 76 нелюдей, в том числе ведьмак Геральт из Ривии. Его ударил вилами в грудь человек, о котором известно только то, что его звали Роб, и он задолжал три кроны в местной корчме. Йеннифер из Венгерберга умерла, спасая ведьмака. Тела ведьмака Геральта и чародейки Йеннифер забрала таинственная девушка с пепельными волосами. Место их погребения неизвестно. Ведьмак отводит свой меч, а парнишка тут же бьёт его в грудь вилами, нанося Геральту смертельную рану. Таким образом сбывается предсказание Цири о том, что Белый Волк умрёт. Погром останавливает заклинания Йеннифер и Трис, которые появляются в этот момент. Йеннифер пытается спасти умирающего ведьмака, однако у неё это не выходит, и чародейка лишь зря тратит свои жизненные силы, и сама оказывается на пороге смерти. Цири кладёт тела Геральта и Йеннифер в лодку, после чего девушка отплывает на ней в озеро Лог и Скалу. Такова краткая история Геральта из Ривии и Цири. Ставьте лайк и подписывайтесь на канал, если вам понравилось это видео, и нажимайте на колокольчик, чтобы не пропустить новые видео. Внизу есть все ссылки на мои соцсети. Всем спасибо за просмотр, всем до новых встреч и пока-пока!